Сегодня в гостях в лектории BBDO создатель популярного блога «Страдающие средневековьи» Юрий Сапрыкин, а модерировать Юрия будет Александр Петровский, диджитал-групп-аккаунт-директор Proximity. Всем привет! Спасибо большое, что пришли. Там было какое-то безумное количество людей во встрече, и я немножко перепугался. На концерты с Криптонита столько интересующихся, поэтому дико приятно. И неожиданно. Много лет назад первый раз это увидел, я, по-моему, рыдал примерно, где-то минут 30. И вот мы даже пойдем не по сценарию немножко, у меня самый главный вопрос, как это вообще? Как это произошло, да? Вообще изначально, я об этом уже говорил довольно много раз, но скажу еще, кто не знает, мы не задумывали этот проект как то, что из этого получилось. Это все запускалось как такой самостоятельный бложек для 30 человек. Вот, и я вчера решил попробовать отлистать 6000 картинок. Ну, в смысле, я зашел, да, я их отлистал не на стене, а зашел в изображение и пролистал до первых. Вот, и я был в шоке немножко. Там первые записи, вот как раз середина марта 2013 года, то есть вот через две недели будет пять лет, как мы все это сделали. Вот, и там фотографии наших преподавателей из университета, и такие грозные лица, и там подписи, а ты вступил в страдающее средневековье. В общем, какая-то совершенно дикость, мемы с преподавателями. Вот, и, ну, в общем, да, очень такая, сначала это было просто такая для наших одногруппников тусовочка, вот, мы там просто шутили, обсуждали преподавателей, вот, и в какой-то момент я сделал картинку, там человек был с лютней, со сломанной, и я написал, блин, лютню сломал. Вот, и она как-то выстрелила, вот, и собрала больше всего, там, каких-то реакций людей, вот, при, там, количестве, там, 200 подписчиков. И мы подумали, что вот… А можно я прямо на ходу буду, а вот эти 200 подписчиков, это кто? Это все, с кем вы учились? Это просто наши одногруппники плюс какие-то их друзья, вот, ну, то есть это какое-то ничтожное количество людей, и мы пытались как-то их… развлекать, вот, но никто не думал, что это зайдет так далеко, но в какой-то момент я как-то прерываясь между написанием всяких курсовых, дипломных работ, просто развлекал себя вместе с моим, еще костями в Тахудинов, этому, как бы, вместе это делаем, вот, и мы что-то делали, шутили, вот. Вот, я смотрю, что начинает прибавляться количество участников, и я думаю, ну, вот сейчас тысяча человек, и все, мы заканчиваем это делать, это какая-то бестолковая вещь, блин, какие-то мемы со средневековыми миниатюрами, вообще, что за абсурд, вот. Тысяча человек… Что-то пугало? Ну, как бы, думаешь, зачем это нужно, кому, ну, вот, если бы это было интересно, там давно бы уже много людей было, вот. Вот, а мы, как бы, ничего не понимаем в этом, ну, у нас там, у нас нет никаких, там, фейсбук мы еще не завели, вот, мы приехали в Москву и создали себе ВКонтакте, вот, там, из регионов, вот, и что с этим делать, дальше не очень понятно, вот. И где-то в течение полугода туда вступало по тысяче человек, где-то, так постепенно, очень медленно, там дошло до пяти тысяч, вот, и вот в этот момент, как бы, хотелось, как бы, все это кинуть, потому что, ну, прям, очень долго, это занимает бесконечное количество времени, это все сложно, там, там уже какие-то люди, комментарии стали, с ними надо общаться, ну, прям такая работа, вот, за которую, как бы, ничего ты особо не получаешь, кроме как такого эмоционального подъема, вот. Вот, и тут произошел, как бы, момент, я прихожу, мой двоюродный брат поступал тоже в вышку, вот, и он сидит на, перед тем, как подать документы, и показывает мне ВКонтакте, паблик, ну, вот, лентач, не лентач, а МДК, или вот Орленок, что-то такое очень, где-то миллионы людей, совершенно сумасшедших, скучно, и он мне показывает картинку, вот, и там на ней, не знаю, ну, сто тысяч лайков, он мне показывает, говорит, смотри, как смешно, вот, а я смотрю, это моя картинка, вот, ну, я ее вчера сделал, почему она там, вот, вот, и у меня просто взяла злость, и через какое-то, ну, как бы, мы решили это не бросать, потому что мы поняли, что это очень популярно, вот, и надо просто подождать, и это дело времени, что кто-то заметит, вот, вот сейчас бы просто, если бы я что-то создал, я бы написал Facebook, вот, или там мы просто репостнули бы из этого нового какого-нибудь сообщества, и мы сразу поняли, если там люди идут туда, вот, значит, это будет интересно и популярно. Если не идут, надо нафиг это бросать, и все понятно. А тогда, как бы, не было никаких ресурсов, денег, вот, и просто приходилось ждать и смотреть на то, как это все воруют. С МДК не пытались разбираться? Да пытались, вот, и потом даже разговаривал, я потом попал на работу в проект The Question, вот, и звонил создателю МДК Роберто Панчевидзе, и говорю, вы хоть, у вас есть совесть? Вот, почему вы все время крадете то, что мы создаем? Вот, он сказал, ну, это интернет, вот, и как с этим не согласиться, да. А ты сказал, что шесть тысяч картинок ты отлистал. Да, это правда. Шесть тысяч. Слушай, а вот еще один вопрос есть, который, собственно, у меня возник, не знаю, мне кажется, вторым после того, как я первый раз ты увидел и спросил себя, как вообще. Следующий вопрос был, где вы их берете? Очень простой ответ. Я подписан на где-то 10 твиттер-аккаунтов западных историков, которые, вот, во-первых, все это недавно было опубликовано. Все эти рукописи, не знаю, им не так много лет, ну, то есть их вот опубликуют прямо вот сейчас, их, то есть постоянно появляются новые, до этого там никто ничего не видел. И вот эти историки, они из Германии, из Англии, они все это опубликуют в твиттере, то, что они находят. Вот, мы это забираем себе. А находят они это где? В литературе? В библиотеках. Ну, в смысле, сканируют рукописи и потом после этого выкладывают их в твиттер, и мы это забираем. То есть это какой-то реал-тайм переосмысления истории получается? Да, да, но мы не сразу делаем из этого картинки, просто, ну, как бы, складываем это в какой-то альбом, и потом, может быть, при случае, там, предлагаем подписчикам придумать или сами что-то делаем. Ну, то есть, насколько я понимаю, картинки в вашем переосмыслении видело гораздо больше людей, чем оригиналы? Да. Неплохо. А вот такой вопрос у меня здесь написано, а почему именно Средневековье? Да, это все, опять же, дело нашего университета, дело рук. Вот, потому что, во-первых, нам, как бы, повезло туда попасть, вот, потому что там, вот, мы поступили на второй поток, вот, и в этот момент вышка собрала на эстфаке всех лучших медиевистов, которые были в России, вот, там, русистов было два человека, медиевистов десять. Вот, и ты попадал на второй курс университета и попадал вот сразу же в эту бесконечный поток семинаров, лекций, как бы, избежать этого было невозможно. Вот, и если бы не так сложились обстоятельства, то это бы называлось не Средневековье, я не знаю, что-нибудь, что-нибудь еще. Вот, только благодаря тому, что, вот, в нас все это вкладывали, потому что, ну, и там не было какого-то заучивания дат, мы прям погружались в эту эпоху, там, чтениями разных источников, разных видений, разбором, там, картинок, вот, и, в общем, Средневековье было среди нас. Вот, прям, главная тема обсуждения среди однокурсников, вот, это были преподаватели-медиевисты и, вот, сам медиевистика. А почему страдающие? А, страдающие, потому что на одной из, на одном из семинаров, вот, я не помню, что мы конкретно смотрели, но там была миниатюра, где, ну, был человек с каким-то очень страдающим лицом. Вот, или, или, или чистилище, что-то такое, вот, и наш главный идеолог, профессор Михаил Анатольевич Бойцов сказал, что посмотрите на них, они все страдают. И мы сказали, страдающие Средневековье, вот, и тут так появилась идея сделать паблик, в общем, ничего такого. Понятно. А скажи, пожалуйста, ты вот сказал, что в какой-то момент стало понятно, что это работа. Вот, видимо, там, в районе пяти тысяч подписчиков. Насколько это, ну, вот, мы сейчас до начала мероприятия чуть-чуть успели пообщаться, я выяснил, что для Юрия это не основная работа далеко. Много ли уходит на это времени? Да, да, а вот эта работа, это сколько человек, сколько времени, и в чем, собственно, сейчас основная работа заключается? Да, это мы вдвоем, я и Костя, мы никого к себе не брали никогда, потому что нам, в принципе, в какой-то момент мы поняли, что нам нужно монетизироваться, вот, но это был относительно недавно случилось. Что это за момент, вот, что это за момент был, интересно? Месяца три назад, вот, но тут самая главная ошибка при, там, создании каких-то пабликов, это то, что все начинают туда какую-то бессмысленную рекламу публиковать. Мы так не стали делать, вот, и я все время, мы убеждали друг друга, что вот, нам что-нибудь кто-то кинет, предлагает, ну, вот, прорекламируйте, там, за пять тысяч рублей, вот, и мы такие, нет, нельзя, нельзя, ну, потому что это, как бы, не наша тема, вот, все же, там, начнут отказываться, перестанут лайкать, мы пропадем из лент, вот, и окажемся среди этих сообществ миллионных, которые, ну, как бы, там, миллион человек, но никто за ними не следит, никто их не видит, вот, и мы очень долго, сдерживали этот поток каких-то рекламодателей, вот, и вот, буквально, не знаю, полгода назад, может быть, меньше, мы начали что-то рекламировать, потому что поняли, что у нас очень активная аудитория, очень сильная, и мы придумали, ну, то, что не придумали, а мы разместили тут, ну, вот, например, да, вот, мне написали, на самом деле, люди из, первое дело сервиса Клин, вот, и сказали, что мы хотим, вот, у вас порекламироваться, и потом был запретен вот такой формат, вот, который, как бы, и в нашем стиле, смешной, и очень веральный, и, в общем, мы поняли, что, вот, это реклама, которая нас устроит, вот, с которой мы будем работать, и будем, если, там, с большими брендами, если надо будет, и так получается, что, вот, последнее время к нам очень много кто стучится, вот, там не какие-то заоблачные деньги, но все равно это как-то приятнее, чем рекламировать какой-то блок, какой-то, не знаю, чушь совершенной, ну, то есть, иногда приходят какие-то сумасшедшие люди и говорят, вот, порекламируйте, и ты там видишь, там, какой-то, в общем, экстремизм. Ну, да, ну, это, в общем, то, что мы, наверное, в большинстве случаев называем каким-то нативным форматом, а есть какие-то, наверное, правила у вас, там, внутри, не знаю, вы для себя решили, что, там, не чаще раза в неделю, или, там, не чаще, чем каждая десятая картинка? Таких правил вообще нет, то есть, это, к нам тут приходит, если нам, у нас получается быстро договориться, и если рекламодатель, ну, как бы, заговорчивый, дает нам флаг в руки и говорит, что, вот, делайте, как вы хотите, вам виднее, то вообще никаких проблем нет. Если начинают очень долго спорить, что, нет, нам так не пойдет, нам лучше, там, напишите капслоком, жми сюда. Да, ну, то есть, типа, именно креатив сам. Ну, да, да, то есть, если нам разрешают все это делать, то мы делаем, и независимо от, независимо от количества в неделю. А сколько вы уже сделали на данный момент рекламных, там, не знаю, постов, скажем так? Штук 10. Ну, вот, у нас был Клин, у нас был, был NVIDIA, у нас был Тинькофф Банк. И вы работаете напрямую с рекламодателями? Да. Ну, это скучная сторона вопроса у нас. Я сейчас в Юрию Дудя немножко поиграю. Сколько это стоит? На самом деле не так много. Ну, то есть, это, не знаю, от 10 до 50 тысяч рублей мы за это берем. А скажи, пожалуйста, вот… Это не такая, ну, как бы, трудная работа. На создание картинки уходит 5 минут, на создание текста уходит еще 5 минут. Вот, в основном все на трату времени уходит на общение и утверждение. Понятно. А скажи, пожалуйста, каким образом все это происходит, поскольку мы тут все рекламные, так или иначе, делаем? Интересно, вот ты сказал, что есть история про то, что не нравится картинка, вы начинаете долго разговаривать о том, что там рекламодателю подходит, не подходит. А скажи, пожалуйста, в каком формате это все происходит, как вы общаетесь? Есть ли там договоры и все такое, не боитесь ли вы, что они заберут картинку и ее сами используют и так далее? Нет, на самом деле все люди, с которыми мы так или иначе общались, я их как-то знаю через медиа. То есть, где-то уже в каких-то местах работал и просто с ними знаком, я им верю и ничего там какого-то тайной, какой-то секретной переписки нет, это просто чат в Телеграме и все. Ну, то есть, мы просто общаемся как всегда, как люди и там все утверждаем без всяких проблем. И везде даже если я общаюсь с человеком, которого я не знаю в Клин, я знаю какого-то другого человека из Клин. Если что, я могу к нему обратиться и сказать, что происходит, почему так и так далее. Ну, понятно. То есть, это такой важный социальный ресурс просто. Чуть-чуть вернусь назад по поводу того, сколько времени это все-таки отнимает на сегодняшний момент. То есть, сколько ты на это тратишь? Вот лично ты там день в неделю или два, как это происходит? То есть, ты там, не знаю, по вечерам заходишь, смотришь комментарии. В начале мы просто очень много контента делали сами, сейчас уже меньше, потому что там у нас предлагают, присылают тысячи картинок, предложить новость. И, ну, то есть, если у нас нет времени для того, чтобы это создать, мы просто нажимаем и публикуем то, что нам нравится. Вот, потому что это такой просто задача правильно выбрать подходящую картинку, чтобы она была, ну, то есть, как бы чисто так понять, интересно она будет или нет. Вот, если она, мы замечаем, что она неинтересна, просто удаляем ее, вот, и, ну, не знаю, сколько, очень много времени уходит на какие-то еще придумки новых форматов или что-то такое, каких-то сотрудничеств. Вот, сейчас мы, как бы, книжка выходит, и там нужно продвигать ее, пиарить, и мы думаем, как это лучше сделать, с кем договориться. Ну, вот я так хотел как раз про это спросить, что… В общем, я не могу точно сказать, но у нас у меня нет такого, что вот час в день я трачу на это, вот, это может там полдня занять на что-то, а можно вообще забыть про это дней на пять. Но последствия какие-то есть, если забыть надолго, вот, лучше не забывать. А скажи, пожалуйста, вот последствия какие-то есть, они выражаются, там, не знаю, в отписках или… Просто потеря охвата и снижение активности на какое-то время. А скажи, пожалуйста, вот у вас два человека, ты говоришь, вот, ты говоришь про такие вещи, как вот сейчас про охват, про активность, вы как на все это смотрите, как вы это меряете, вы там какие-то тем аналитики себе поставили, на что вы вообще смотрите и как все это происходит? У нас просто есть статистика в соцсетях, ну, если у нас был сайт, мы там, Google, пользовались чем-то еще, вот, ну, так у нас просто есть статистика по аудитории ВКонтакте и Фейсбуке, она совершенно разная, просто совершенно разная. Если там у нас ВКонтакте это люди 18-23 лет, а в Фейсбуке это люди с 25 и до 60, и там, правда, очень мало молодых людей, ну, там, не знаю, процента 3, наверное, вот. Вот, и это часто, ну, как бы очень влияет на рекламный контент, если мы, допустим, не знаю, какой-то банк рекламируем, то скорее в Фейсбуке, вот, ну, в общем, бывает такое, что мы как-то аудиторию стараемся распределять, вот, и 50 на 50 мужчин и женщин, ну, то есть ничего такого сверху, просто там взрослая, там молодая, и это как бы и дураку понятно, что так ВКонтакте работает, так работает Фейсбук, ну, в смысле, так он живет сейчас. А скажи, вот, разница есть между аудиториями на уровне, не знаю, комментариев, которые они пишут, или на уровне контента, который они присылают? Ну, в Фейсбуке контент не присылают практически, то есть если в комментарии, если мы что-то предложим сделать, то там сделают, вот, но там нет кнопки этой предложить новость, вот, я недавно общался с человеком, который в Фейсбуке работает, и очень просил их это сделать, и он как бы проводил опрос, что нужно добавить в Фейсбук, чтобы вам было удобно и так далее. Вот, и это было бы очень удобно, если бы мы могли иметь такой контакт односторонний, то есть они нам прислали и все, вот, потому что если они нам что-то скинут в личные сообщения, там, ну, все равно какая-то может быть… Сложно администрировать, да? Да, 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 может какая-то переписка завязаться, вот, или мы что-то не так и публикуем, вот, но, да, аудитория ВКонтакте, она так очень поактивней. А скажи, я помню, что ВКонтакте была такая история, что вы выкладывали картинку просто и предлагали людям присылать, соответственно, всякие вариации на тему. Сколько там, не знаю, примерно, вот на один такой пост вам присылали вариантов? Это от случая к случаю, ну, в смысле, не знаю. Ну, по больнице, так, в среднем. Ну, это, ну, там, не знаю, максимально, чтобы получали. Ну, в смысле, это такие, не то чтобы какие-то супербольшие цифры, вот, ну, там, не знаю, если пришлют там 50 картинок, то это как бы хорошо. Ну, то есть, все равно люди так вот тратят на это время, там, что-то делают, вот, ну, это не какие-то гигантские цифры, на мой взгляд, наверное, вот. Окей, а скажи, пожалуйста, вот мы говорили про рекламные посты, про то, что заказчики начинают комментировать, видимо, хотят чего своего, что не совсем в вашем стиле не подходит под общую концепцию. А у вас вот как-то, если не брать там какие-то новые форматы или новые проекты, которыми ты занимаешься, как-то концепция, она видоизменяется, что-то меняется со временем или оно вот как было, так и осталось. То есть, я, например, когда смотрел эту презентацию, которую ты прислал, я понял, что ты подобрал посты без мата, хотя, в принципе, их, наверное, ну, как мне кажется, вообще даже больше постов, где мат используется. Да, ну, я не отношусь плохо к русскому мату, то есть, если он там нужен, значит, он там нужен. Вот, если мы чувствуем, что это там перебор и вообще не смешно, то мы это просто удаляем и не используем. Я просто сказал, что сначала было только с ним и что без него вообще это не работает. Но, как видно, работает. Да, я так не знаю, это никак не привязано абсолютно. То есть, если там картинка с матом соберет больше реакции, чем картинка без мата, я не знаю, мы такого как-то не замечали. Вот, у нас просто есть, ну, как бы идея, что мы, что это у нас наш главный способ привлечения аудитории. Вот, и мы сейчас продолжаем расти довольно быстрыми темпами. Там, в Фейсбуке там еженедельно по тысяче человек вступает. В ВКонтакте тоже там вот у них сейчас появился таганек. Вот, и там может за неделю 10 тысяч человек вступить. В общем, активность не падает, все растет. Вот, мы просто привлекаем аудиторию. И потом, помимо каких-то картинок, мы создаем еще какие-то дополнительные проекты. Мы помогаем, там часто размещаем какие-то истории, которые делает разомас условно, постнаука, какие-то классные видео, книжки. Вот, ну, то есть, это такая система привлечения аудитории, а потом рассказы ей о каких-то вещей, которые она, возможно, не знала. Вот, это как, не знаю, ну, если вы работали в каком-нибудь образовательном проекте, там, не знаю, часто делают какие-то игры или тесты. Вот, а у нас это не игра или тест, потому что у нас, ну, ресурсов для этого нет. У нас это картинка простая. Вот, приходит человек, и потом также мы его возвращаем на что-то интересное. А скажи, пожалуйста, вот, ты сказал, что где-то, ну, там, 3-5-6 месяцев назад вы попробовали зарабатывать деньги на этом. И вот сейчас они, видимо, зарабатываются. Но, насколько я понимаю, все равно, там, для вас, создателей этого паблика, это не коммерческий проект, и вы это делаете, получается, ну, ради фана. Или там есть какие-то другие, более высокие материи, не знаю, может быть, вы это видите как, не знаю, как издание, как свое какое-то мировоззрение, которое выплескивает снаружи. Что это для вас, прежде всего? Я, на самом деле, запутался в терминах. Я не знаю, что мы сейчас и кто мы. То есть мы паблик, мы какой-то околопросветительский проект. Вот, и я до сих пор не понимаю, мы какой-то бренд, который, там, не знаю, везде мелькает словом средневековье. Ну, у нас какая-то есть еще цель, кроме, там, то есть мы в какой-то момент какой-то опрос проводили, ну, вообще, заинтересовались ли люди там средневековьем, набрали ли они хотя бы в гугле, что такое средневековье. Вот, и там было очень много ответов, что да, кто-то там смотрел фильмы, кто-то что-то еще. Вот, и сейчас я так понимаю, вот у нас в университете запускается магистрская программа по медиевистике, и там очень много желающих туда идти, и я думаю, что это благодаря в том числе нам, вот, и не только там какой-то «Игре престолов» или «Устыли на колец». То есть это все-таки просветительские амбиции? Есть, да, конечно. Вот, у нас еще сейчас, кроме страдающей средневековья, есть, к нам недавно пришел наш одногруппник бывший и сказал, что давайте еще будем рассказывать, что эти миниатюры означают. Вот, есть такой проект «Высокая средневековья», вот, и это вот делает мой партнер Костя и еще один человек. Вот, и там тоже все активно развивается, мы как-то это и здесь рассказываем, и там об этом. Вот, в общем, есть цели какие-то еще дополнительные. Я вот сейчас подумал, а не было такого никогда, чтобы вот эти люди, историки, про которых ты говоришь, которые, собственно, все это откапывают и показывают миру эти миниатюры, они никогда с вами не связывались? Они вообще подозревают о вашем существовании? Нет, я думаю, просто еще помимо как бы страдающих средневековья есть еще куча каких-то проектов западных. Discarding Images, есть такие, в общем, мелкие еще в Твиттере аккаунты или Medieval Reactions, в общем, очень похожих на то, что мы делаем. Вот, но у нас не было, я не знаю, я не интересовался этим, но у нас как бы не было такого, что мы вот берем за основу то, что они делают и создаем аналог в России. Вот, мы просто не знали их существования, вот, и впоследствии я увидел, что у них тоже это невероятно популярно, вот, и историки ничего, конечно, не пишут. Мне кажется, что они, тут нет никакой претензии, у них не может быть, там, права на них давно уже все. То есть, книжка сейчас выходит, и там куча этих картинок, и мы их просто там разместили, и никому никаких писем не писали, не спрашивали разрешения. А можешь рассказать про книжку? Про книжку могу рассказать про то, как это все появилось, идеи и прочее. Мне написали из издательства СТ, вот, и предложили написать книгу «Страдающая средневековья». Вот, мы встретились после этого с историком-медиевистом Михаилом Азульсом, вот, и так как у нас, как бы, не то, чтобы какая-то экспертиза, ну, то есть мы могли бы попробовать сами это написать, но это было бы очень-очень сложно, вот, и мы решили обратиться к профессионалам, вот, и попросили написать что-то такое нескучное, а то, чтобы там содержался контент, который мы использовали для наших картинок, вот, чтобы человек мог читать эту книгу, узнавать эти образы и узнавать их значение. Вот, то есть это такой, конвертирует знание, да, то есть то, что они увидели здесь, книга будет читаться совсем по-другому, ну, это, мне кажется, на мой взгляд. То есть она, прости, она по… Не до пятой страницы, как бы, а целиком. То есть контент ближе к высокому Средневековью, чем… Там история про… Да, вот, есть человек, могу дать слово. Человек, который принимал участие при создании. Привет, привет всем. Ладно уж, возьму стол, наверное. Меня зовут Игнат Соловей, я много кто, но в том числе занимаюсь и помощью старой моей подруге, редактору издательства ОСТ, во всяких технических делах. С книжкой «Страдающий средневековье» я занимался той работой, о которой читатели обычно не знают или не догадываются. Я делал первую техническую корректуру текста, и я делал, собственно, моя основная работа там была, это цветокоррекция. Книжка, к сожалению, вышла в основном черно-белой, там будет цветная врезка. Нет, почему, это уже публичная информация давно. И вот я, собственно говоря, занимался тем, что эти картинки я делал черно-белыми так, чтобы они смотрелись почти как цветные. Так вот, поскольку я зверек хоть без высшего образования, без диплома о высшем образовании точнее, но в вопросе немножко понимаю, вот, и читать не могу не читать, вот, я могу сказать, что книжку эту однозначно стоит пойти и купить, лучше именно купить, потому что пиратированию я, как старокнижный пират, буду противиться. Написана она блестящим, вот, это минимальный эпитет, который я могу сказать. Книжка написана блестящим научно-популярным языком, абсолютно идеальный баланс наукообразия, научности, юмора, политкорректности, всего, то есть чистое наслаждение. То есть даже я, даже несмотря на то, что я работал с чуть-чуть сыроватым текстом, который еще потом допиливался потом авторами, это просто амброзия текстовая, нектарная амброзия, и это именно серьезная научная работа, то есть хиханик, хаханик там, ну, есть только между строк. Это блестящий серьезный научный текст, который, тем не менее, читается как приключенческий роман, но история, она всегда приключенческий роман. Спасибо. Спасибо. Сейчас пойдут и купят. Да, а насчет купят, скажи, пожалуйста, сроки выпуска, они переносились? Там вообще очень… Как вообще все это устроено? Очень сложно это устроено. Вообще сложно работать с издательствами. Я не знаю, как с другими, но, в общем, я понимаю, что это такой процесс просто сам по себе. Все это утверждение, там, все очень долго, и это должно быть сделано за год, в итоге за два, и сроки все время переносились, и вот 25 февраля она будет допечатана. Вот, нам сообщили просто. В общем, там какой-то бешеный предзаказ, вот, и это офигенный шанс выйти в офлайн лично для нас. То есть мы как бы там… А предзаказ где люди делали? Это как? Везде. Вот, много кто опубликовал отрывки из книги, ну, то есть мы договаривались, как бы, были такими… То есть мы эту книжку, какое мы отношение к ней имеем, там название «Страдающий средний» и «Страдающий средний» от нашего паблика и небольшое вступительное слово на две страницы. Вот, остальное – это, как бы, я просто взял на себя задачу пропиарить ее. И просто со всеми связался, с кем мог, и очень много было всего написано. Ну, и там, конечно, стояла ссылка на магазин, и понятно, что книжные магазины увидели эту информацию, что вот такая книга выходит, там побольше заказали копий, и в итоге вот все очень хорошо сложилось. Вот, и все это переносится в оффлайн, мы этому ужасно рады. То есть первый выход был такой, там, значки сделали с «Харт оф Москва», которые по всем музеям лежат. Вот, а сейчас еще вот очень полезная книга. Вот, и безумно благодарен Нагнату, и издательству, и авторам, которые, в общем, за тяжелое дело взялись. Да, значит, главную работу помимо авторов и верстки делала как раз та самая моя давняя подруга Аня Рахманова, она ведущая телеграм-канала, да, канал, не паблика, редактор R, вот, в котором она пишет об издательских буднях, и в частности книга там тоже упоминается. Ну, а предзаказы, если можно сказать, ну, они шли обычно из интернет-магазинов, из больших оффлайновых книжных, то есть там в пару книжных магазинов я просто лично зашел и спросил, ребята, вы заказали стартующее средневековое? Да, мы что-то слышали, да, я вот там читал на Мельной Медузе, там на Культе, вот, не, не, закажем, а что, можно, можно, вот, как бы, Аня, вот к ней все вопросы. Вот, то есть, я очень надеюсь, что эта книжка все-таки как-то сделает с пабликом синергию. Вот, как бы, популярность паблика сделала свое дело, но и содержимое тоже того более чем стоит. Ну, это все прям как-то космически звучит, потому что, я не знаю… Понятно, непонятно, что дальше делать, мы пока не придумали. То есть, это какой-то такой небольшой итог, вот, и что дальше… Ну, у нас была попытка сделать YouTube-канал, вот, там где-то даже можно посмотреть ролик, я не знаю, видели ли вы или нет, вот, он там где-то сохранил в презентации, ну, ладно, ничего, вот, но у нас, как бы, нет технической возможности это делать, я не умею монтировать. Вот, и мы хотели в YouTube выйти и нормально вышли, на самом деле, вот, сделали текст, как бы, высокая страдающая средневековая, мы сделали текст, расписали, как бы, как это все должно быть устроено, вот, отдали там одному медиа на разработку, вот, но они рассчитывали, как бы, что очень много людей к ним придет за счет этого, вот, и их ожидания не очень оправдались, вот, то есть, там очень много было положительных отзывов, но к ним там пришли не пять тысяч человек, как они хотели, а тысяч человек, ну, в общем, и они сказали, что это для нас очень затратно, вот, и было прям очень много положительных отзывов, просили продолжать, вот, все накрылось, и сейчас ищем мы каких-то людей, не знаю, я там пытался это предложить Яндексу, пытался, ну, как бы, надо, да, давайте посмотрим. Итак, зайцы. Милые создания с нежной шерстью и вкусным мясом. Наводили ужас на средневековых людей. Эти зайцы не те, кем кажутся. Это кровожадные твари, которые обитают только на полях рукописей. Зайцы фигурируют на очень многих миниатюрах, где творят разные непотребства. Отрезают людям головы, скачут на собаках и даже склоняют к самоубийству. Во всем виновата, как вы уже наверняка догадались, Библия. В общем-то, других произведений обычно под рукой и не было. В ней заяц не особо положительный персонаж, который несет нравоучительный смысл. Не заяц побеждает человека, а собственный грех. Ушастая животная лишь символ греха. Но в средневековье не было бы такой интересной эпохи, если бы все было так просто. Изображения зайцев были не только скучными нравоучениями. Зайцы развлекали. Тут все объясняется средневековой амбивалентностью и любовью к противопоставлению высокого и низкого. Впервые об этом написал и русский культуролог Михаил Бахтин. Он и придумал термин амбивалентность. Зайцы и люди меняются местами, и это создает комический эффект. Подобная смена ролей не только между зайцами и людьми была любимым и, возможно, единственным средневековым развлечением. В общем, перед вами типичный средневековый мем. Ну, это очень круто. Вот. Это, похоже, мне напомнило видео, на ютубе есть канал «Нучпок» называется. Да, да. Вот в таком духе мы хотели что-то делать. Вот. И, ну, в общем, если бы, наверное, мы бы очень захотели, то нашли бы, кто бы это… Ну, если у вас будут идеи, кому обратиться и попросить денег на монтаж, ну, в смысле, мы… Окей, хорошо, да. Да, мы займемся этим. Понимаете? Нет. Да, и аниматор тоже нужен. Ну, с учетом того, как сейчас летит видео, мне кажется, у этого должно быть будущее. Ну, посмотрим. Вот. Это, как бы, такая одна из перспектив, что делать дальше. Вот. И формат. Потому что… Ну, я все время думаю, что это когда-то надоест, но пока почему-то не надоедает. Вот. Мне хочется слово в зал передать. Вот у меня последний будет, ну, не знаю, даже не то что вопрос, какое-то подытоживание того, о чем ты говорил. Складывается такое общее впечатление, ощущение, что действительно юмор, который вы придумали, который, ну, первое, то, что ты видишь, он, судя по всему, действительно двигает как-то науку в массы. Ну, как бы, я все время… Ну, то есть я в это как в каком-то смысле верю, вот, но… Как бы не сглазить. Да, просто я не знаю, я не спрашивал, на самом деле, наших преподавателей, что они про это думают, но это… В общем, слово средневековье мы точно популяризировали, скажем. Вот. А в остальном, ну, то есть люди, правда, чем-то интересуются по отзывам дополнительно после этого, что-то узнают. У нас мы потом еще просто… Я могу тоже рассказать, просто мы потом в какой-то момент поняли, что нужны какие-то еще проекты. Вот. Сделали паблик личико императора. Вот высокое средневековье появилось. Мы завели там телеграм-канал, которого там тысяч 9 или 10 уже человек, вот, что тоже довольно успешно. Вот. И мы просто как бы расширяем горизонты. Вот. Еще я недавно сделал группу, которая называется «С фоткой типа Рембрандт». Не знаю, слышали ли вы, нет? Вот. Но там всякие разные… А, да-да-да-да-да. По-моему, где-то есть. Да, было. По-моему. А можешь полистать? Там… Вот, да. Да, вот это. Вот. Люди, да, фотографируются, изображают картины разных эпох. Вот. Нормальный способ ходить. Онлайн-выставка. Да. Да-да-да, именно. Что я вот сказал, онлайн-выставка, мы с тобой говорили про это, мне хочется как-то это озвучить. Почему-то вот у меня в голове настоящая выставка. Вот этих картинок, ты сказал, шесть тысяч, но вот она прям напрашивается, кажется. Музей даже напрашивается. Вот. Я не знаю, надо кому-то предложить. У нас там есть знакомые в гараже, может быть, мы закинем им так. Не знаю, это было бы, конечно, потрясающе, но я не знаю, кто на это согласится. И насколько это вообще можно оценивать как какое-то современное искусство. Ну, с учетом того, что, как мы вначале выяснили, ваши картинки видело, судя по всему, гораздо больше людей, чем оригиналы. То, наверное, да. Вот ты говорил про зарубежных коллег, которые тоже делали похожие паблики и так далее. А много ли, как сказать, злых братьев-близнецов в России, которые пытаются переманить вашу славу? И что вы делаете с этим? Было в начале. Ну, то есть мы как только люди поняли, что вот это набирает популярность, я увидел, не знаю, там, ну, сейчас там пабликов 10-20 с таким же названием, но они менее популярны. Ну, то есть там тоже очень много людей. Они просто берут картинку и переносят ее себе. Но первое время просто их, ну, так получилось, что я познакомился с администрацией ВКонтакте. И все время, что если что-то видел, я жаловался им. И они их блокировали. Вот, да, я обедничал. Вот, и сейчас уже как-то нам все равно. То есть мы видим, что что-то появилось, но с другим названием. Вот, не страдачий средниковик, как-то по-другому называется. Ну, да, в смысле мы видим, что как бы люди все равно знают, откуда это все идет. Там даже кто-то, если вступает, то там не какой-то дикий рост. Вот, потому что мы, не знаю, у нас было там 5 тысяч, а через месяц стало 100 тысяч. Это просто такая была медиаволна. Все там публиковали подборки, куда-то звали на интервью. И, в общем, обсуждали очень часто в неделю. И потом, в общем, мы так сильно выросли, что нас уже прям не догнать, скажем. А вот этот паблик, это все твое время занимает? Или у тебя есть работа какая-то? Нет, нет, я работаю сейчас, в общем, то, где я работаю, называется с недавнего времени «История будущего». Вот, вы, наверное, про это пока не слышали, но вы, возможно, слышали про проект «1917» что-то. Вот, и люди, которые его создали, в том числе я, у нас теперь есть студия «История будущего», который придумывает разные проекты современные, современных форматов. Вот, и сейчас проект «История будущего» закончился, запустился проект. Можете посмотреть, теперь это называется «Карта истории». То есть мы название всех групп заменили. А сейчас еще... Вчера открыли проект «Музей рождения демократии» про Советский Союз, про 90-е. И скоро выйдет еще проект «1968». Вот, он будет уже на разных языках, и это будет очень круто. Через месяц он запустится. Вот, там будет видео. В общем, увидите. Вот, он прям будет. А что получается этот проект в области искусства? История, искусство. Ну, скорее, да, в сторону искусства больше. Вот. Да, и... В общем, это моя основная работа сейчас. Скажи, пожалуйста, когда вот эта история появилась, у тебя была другая какая-то работа основная, или вы только учились тогда? Мы благодаря этому, в смысле, мы делали, например, первая моя работа после университета, это проект «The Question». Вот, я там полтора года работал и запускал его, собственно. Ну, то есть... И это было уже после средневековья? Они когда запускались, им нужно было соцсети наращивать. И они как бы всякие разные истории придумывали, какие-то вопросы, когда там люди еще не перевалило за 10 миллионов, как сейчас. Они написали мне и предложили сделать подборку вопросов про средневековье. Вот. И там отвечали профессора, там отвечали мы с Костей тоже. Вот. И... Так я познакомился с ребятами, которые сейчас как бы... Мои хорошие друзья, которые делали «Question», и они пригласили просто на работу, там, как бы развивать «Question» всякими разными способами в соцсетях там и продукт делать. В общем, да, вот. Ну, то есть, я к чему все это спрашиваю? К тому, что вот еще одна гипотеза образовалась, что раз с этого ты начал, и сейчас, можно сказать, занимаешься искусством, то не оно ли все спровоцировало? То, что ты занимаешься искусством? Возможно, возможно, да. Ну, то есть, это... Да, у меня сейчас как бы очень такая работа, которая как бы мне очень интересна. Да. И очень близка на то, что как бы исторический факультет, интернет, и вот это все, эта смесь магическая. Круто. Да, спасибо. Спасибо. У меня такой вопрос. Вот находишь ты картинку, например, и думаешь над текстом для этой картинки. Есть ли какие-то определенные там правила, как ты придумываешь эту картинку, к чем ты вдохновляешься, как ты, ну, какие-то приемы, может быть. Как вот мы тоже иногда пишем шутку в конце, и нужно как-то ее придумать, и, может быть, ты как-то подскажешь, как быстрее эту шутку в конце придумать. Вот, да, есть ли у тебя какая-то тактика, и придерживаешься ли ты ее? Очень часто. Да, спасибо. У меня есть любимая картинка, вот прям моя любимая оттуда. Что, прям совсем нельзя? А картинка про пласткарт. И вот я у Юры спрашивал, он рассказал мне перед началом, как все это случилось. В общем, очень много что идет из жизни, да, ну, то есть у нас вначале очень много было картинок про дипломы, сдачу диплома, вот, ну, то есть это как, не знаю, комики, наверное, тоже так живут, они про реальную жизнь рассказывают, и вот, про свои страдания и несчастья, и из этого получается смешной юмор, просто мы это как бы не стендапим, а переносим это на картинки. Ну, то есть, да, чаще всего это что-то из бытовой жизни, да, из собственной, никакой, ну, какой-то загадки нет, никакой тактики. Ну, а про картинку, вот, расскажи просто историю, мне кажется, точно что. А, нет, ну, есть картинка, которая называется «Долбанный плацкарт», вот, не знаю, видели или нет, вот, это, ну, я ехал в поезде, было очень душно и плохо в плацкарте, я листаю как раз твиттер, вот, и, в общем, так все жутко раздражало, и тут попалась эта картинка, ну, в общем, ничего такого, в общем, все из реальной жизни. Еще вопросы? Да, я все понял, как это относится, я, честно говоря, не спрашивал, наверное, не злятся. Это моя любимая. У нас как-то не то чтобы все с ненормативной лексикой, то есть она встречается, но на самом деле мне недавно как бы написали из ВКонтакте, сказали, ну, желательно это поменьше делать, особенно когда вы, там есть рекламная сеть сейчас такая ВКонтакте, если вы ее подключаете, то там есть такой пунктик. По возможности избегаете этого. Да. Вот, и мы этого избегаем сейчас, на самом деле. Вот, вначале не избегали, потому что, ну, возможно, от этого был больший эффект какой-то. Но не то, что это был какой-то основной способ привлечения, просто мы к этому нормально, спокойно относились, как и должны все относиться, наверное. Ну да, но вот это по-другому не получилось бы, мне кажется. А вот вопрос, да, вот едешь ты в плацкарте, тебя все это раздражает, ты думаешь, так, надо написать пост на плацкарт, и ты такой, открываешь ты свой вот этот вот компьютер, на котором 6 тысяч фоток, и такой, так, это не плацкарт, это вообще не плацкарт, или как ты, как ты, или ты, окей, гугл, мне нужны фотки, картинки средневековые, которые похожи на плацкарт, как ты это делаешь? Просто была сохранена, честно говоря. Ну, я не помню, как это так получилось, что совершенно случайно совпал. То есть ты просто вспомнил такой, опа, я сохранял фотку, которая похожа на плацкарт, да? То есть больше от картинки, короче, идет. Спасибо. Я думаю, что нам нужно отпускать Юру, у него самолет, поезд, я не помню. Плацкарт. Плацкарт. Да, на самом деле, мне нужно пора. Да, если никто больше не рвется. Спасибо, что пришли. Если что-то будет еще интересно, то пишите в Фейсбуке или там где-то нам в ВКонтакте, мы все очень контактные и доступны. Спасибо всем. Спасибо. 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 Спасибо.